ПОЛИТИКА С ЛИХОМ ПОЛИТИКА С ЛИХОМ У нас съезд Единой России, для нее ведь выборы происходят в стране. И этот съезд, собственно, был уже наблюдателями взвешен, измерен и признан прошедшим по сценарию. Разве что Алексей Васильевич Гордеев у нас возглавил не список не из двух областей, а из четырех. То есть ему доверяют. А в свою очередь, кому доверяет Алексей Васильевич здесь, в регионе, притворять свою политику. Я так думаю, что у вас есть инсайт какой-то от контролирующих органов, надеюсь, в Москве, по поводу команды Гордеева, о которой много интересного всплыло в последнее время, ну и продолжает всплывать. Вы знаете, здесь вы задали сразу много вопросов. А вот по вопросу команды, которые, вот вы говорите, команды Гордеева, у меня, например... Мы же пристально наблюдаем за коррумпированными чиновниками и подозреваемыми. Вот у меня есть, например, очень большие вопросы к Следственному комитету Воронежской области. Значит, была очень большая информация по господам Спивакову, вершиням. Я знаю, что эти материалы находятся в Следственном комитете у нас в Воронежской области. Возбуждено дело, не возбуждено, но все равно придется отдавать какой-то ответ. Юрий Александрович, напомните зрителю, что именно предъявлялось одному из упомянутых. Ну, по Вершинину, тут уже ясно все, понятно, это вертолетное дело, используя нить. А по Спивакову это было... Вот у меня тут есть некоторые записки свои, значит, в течение нескольких лет государственные субсидии направлял в адрес подконтрольных ему организаций. И использовал свои должностные полномочия. Ну, собственно, об этом СМИ писали, в связи с его отставкой, блокнот Воронеж в том числе. А насколько эта информация, соответственно, действительность у вас есть? Самый... Вот Вершинины, Спиваков, материалы по этим людям находятся в следственном управлении по Воронежской области. Но ответов-то нет, а уже время проходит. А Спиваков, например, ушел по собственному желанию, грубо говоря. А дело-то все у них находится там. Вы поймите, все равно придется следственному управлению давать ответ. Возбуждать уголовное дело или не возбуждать. Все равно эти ответы пойдут в Москву для анализа, как бы, есть там состав преступления или нет состава преступления. Вы знаете, здесь очень интересный момент. Вот совсем недавно, 22 июня этого года, 2016, наш президент Владимирович выступал в Государственной Думе. И он сказал, что готовы, ребята, все нормативные базы по борьбе с коррупцией, она готова. Она, в принципе, соответствует всем международным нормам, и она, как бы, нормальная и хорошая. Но занимайтесь напрямую, следственные органы, занимайтесь этими делами. Это тоже касаемо Воронежа. Точно так же. Потому что, насколько мне вот известно, что очень много дел, таких резонансных дел, ну, вот, в частности, из Калаков, Вершинин. Весь Воронеж обсуждал полеты на вертолете и так далее. И все, дней ответов нет. Но это дело-то никуда не делается. Это же все равно придется давать ответы и нести какую-то ответственность. Но одно уголовное дело было заведено. Ну, у нас были еще и Трубвейцы, но у нас было еще много... Я имею в виду, одно уголовное дело по вертолетному истории. Ну, вот, по вертолету. Кроме этого, я бы еще бы очень сделать пользу случаями, я бы очень хотел обратиться к воронежским силовикам. Уважаемые руководители силовых структур, вот пользуясь случаем обращаюсь к вам. Пожалуйста, очень внимательно относитесь к всей информации, которая касается чиновников Воронежского, не только области, но и города в том числе, и в обязательном порядке посмотрите, пожалуйста, по той информации, которую дают общественники по депутатам различного уровня. В частности, вот у меня очень много информации по господину Благову. А это как раз предположительный фигурант второго уголовного дела, я знаю, что это тоже пока не возбуждено. Ну, а дальше что? А дальше что? Президент выступил, общественники работают, а кто-то в комитете в следственном в Воронежском материалы находятся, да? По вашему фигуру? А кто-то, так скажем, мотор этому процессу запускает, я имею в виду, из Москвы. Вы знаете, естественно, администрация президента, как бы она контролирует эти все вещи. Естественно, она сейчас как бы не нажимает на эти все педали и смотрит, кто как работает и так далее. Естественно, за воронежским действием воронежских силовиков смотрят, даже сомнений нет никаких. И смотрят вряд ли с упаянием, да? Можно к мойке перейти. Давайте напомним в двух словах. Напомним. Значит, три года тому назад некоторые предприниматели купили жилой дом, и вместо документа, которым выдали на строительство жилого дома, ну, то есть, переустройство там, да, они построили мойку. На этой мойке, как бы, ее быть там не может никогда, потому что она не соответствует никаким этим. То есть самостройка, самая обыкновенная самостройка. И в течение трех лет... Извините, переверну, но просто там это одна сторона дела, а другая сторона в том, что эта мойка буквально соседствует с дворами людей, в том числе довольно ветеранов, которым не дает жизни. Я сразу хочу сказать, там, значит, и работает, и живет моя мать, это и участница войны, и ей уже под 90-е лет, и то, что творят эти люди с мойки, это, конечно, страшно. Я расскажу просто очень интересный случай, связанный с мойкой. Судебный пристав приехал... Последнее время. Последнее время, вот, в судебный пристав молодой парень приехал исполнять обязанности, закрыть мойку, решение суда. Даже так? Да. С это надо начинать? Да, да, да. Так его просто не пустили. Его просто не пустили, и все жители там, близлежащих домов, выскочили... Как не пустили? Физически? Физически не пустили. Охрану мойки? Ну, там не охрану, там сами мойки. И просто не... Вот вытолкали, его не били. Ну, когда выскочили женщины... Выскочили женщины, и даже моя мать, 90-летняя старуха, 90-летняя, с клюкой вышла защищать этого малого, который приехал. Вы лично с ним разговаривали, да? Я с этим парнем разговаривал, но потом я ему говорю, ну, парень, у тебя же... Ты же не связан с коррупцией. Выполняет то, что тебе предписано. Знаете, в последнее время очень много идет нехорошей информации, жалоб. Дело в том, что очень плохо, что, конечно, наша партия, вот это все работают на общественных началах. Если вы знаете, я думаю, Воронеже знает, и вы знаете, это несколько домов, порядка десятка домов на Московском проспекте, где кладбище Коминтерновское. Я не просто знаю, мы... Блокнот Воронеж писал об этой истории, мы назвали их пропавшими в Воронеже, потому что это несколько домов, которые буквально, ну, мешаются под ногами, если так можно сказать, у стройки выбора. Это бедные, бедные люди и так далее. Кто виноват там? Вы знаете, здесь не надо искать виноватых, я не юрист, не сом юриста. Очень важно понять, что хотят люди. Они же стройку не отменить уже, как я понимаю. Нет, вы знаете, люди хотят просто жить. Люди хотят, чтобы с ними приехала городская власть, поговорила, кого-то расстелила, кому-то дала разрешение на постройку домов, кому-то расстелили. Меня не это, как бы, ну, возмущает, что ли, или, не знаю, пудирует. Как только написали жалобу вот так, мне, в партию, как только жалоба перешла в Москву, через два дня там случился пожар. Вот тот сам пожар, который был... Совсем недавно. Да, совсем недавно. Вот этот пожар, то есть, воронежские, как бы, бизнесмены не боятся ничего. Вот если сейчас заняться разбором этих пожаров, самый момент будет такой, вот пришли два бомжа, костер сделали, и все они закидали этими коктейлями молотом в соседние дома и все прочее. Нет, скажу, пожарные, по словам местных жителей, пожарные им признавались, что все следы поджога. Вот, ну вот я и говорю, что раз поджог, значит, надо заниматься, а с читателями ковида, смотри, кому это выгодно и так далее. Вы, интересно, сказали, что власть даже не приезжает к людям, вот этим пропавшим в Воронеже, пропавшей средестройке. Это одна из ключевых, в общем-то, проблем, что их не слышат. Их совершенно верно. В таком случае, что у нас за власть? У нас власти нет, дорогие воронежцы, я вам сразу хочу сказать, вот после Москвы, после Москвы, то, что я уже здесь живу практически... Подожди, это вот просто вас просказнуло, или это тезис такой, что у нас власти нет? Вы его сейчас раскроете. Я раскрываю. Я очень много разговариваю с чиновниками, чиновниками с областной администрацией. Я в Соке работал здесь очень много, и с городской администрацией. Они готовы это исправлять, а все блокируется. Поэтому у меня накат самый простой на силовиков. Если силовики начнут работать, начнут выполнять свои должностные функции, начнут бороться с коррупцией, и эта коррупция потихоньку-потихоньку, она не сразу, но потихоньку-потихоньку пойдет. Силовики в качестве своих действий, они не только должны карать и наказывать, когда уже человек это совершил, но они должны еще и профилактировать. Дорогой чиновник, вот ты сделаешь то-то, 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 и в это тебе будет вот такое счастье. Вот профилактики нет. В Воронеже вообще нет профилактики. К слову, профилактики. За то время, которое прошло с последней нашей передачи, одно из ярких событий в жизни политической, это так называемый Шабалатов Гейт. Определение не мое, это вот определение Константина Чапина, руководителя дружественного портала «Четыре пера». Кстати, вот этот чиновник, ну понятно, о каком чиновнике идет речь, да? У прав делами Воронежской области. И в том числе, его связывают и с выбором, о котором мы только что говорили. То есть, несколько претензий к чиновнику, что вы узнаете. Да, я сразу немножко перебью, чтобы вы не развивали эту тему. По Шабалатову очень много жалоб. Кроме этого, я знаю, что по Шабалатову есть два вопроса, которые хотелось бы получить ответы. Первый – это наличие стоянки на улице Выборгской. И второе – это комплекс «Озерки». Я знаю, что материалы связаны с этими двумя. Надо выяснить в двух словах, что за стоянка, что за «Озерки». Стоянка находится на земле, которая в собственности у чиновника. А «Озерки» – это понятно. Я думаю, в одной из программ вы это все расскажете более подробно. Я думаю, что раз они сейчас у нас появились, надо сказать, что «Озерки» достались собственности сестре. Вот. Ну, вот участие господина Шабалатова в этих всех моментах, они находятся, если я не ошибаюсь, следствием управления. И опять же, никакой реакции. Вы понимаете? И опять же, мы приходим к одному и тому же. Занимайтесь. Дайте ответ. Делает он правильно или неправильно? Если он неправильно делает, то, значит, извините, рядом есть уголовный кодекс. Если он делает правильно, успокойте людей. Воронежские чиновники, вы на сегодняшний момент приводите, вы знаете, если вспомнят классиков марксизма, ленинизма, к революционной ситуации. Просто, и потом будет народ очень нехороший. Вот эти 14 домов, это вы умножьте, вот у нас кто-то, сколько там людей живут, а у них родственники есть. У них около десяток, да. Вы умножьте ведуской, это все есть. Да если бы только эти, 14 или больше, или два десятка. Особенно в веду. Дело в том, что эти примеры, они же только в ряду, они одни из большого ряда. Совершенно верно. Которые, обо всех не хватит времени, не то, что наши передачи. Вот, о чем я говорю. После этого мы можем перейти к выбору. Следующий передач. Мы обязательно к ним перейдем, но в другой программе. В этой, я так понимаю, что все-таки Юрий Александрович Хорошевцев у нас здесь был агентом неких высших сил, который призван теребить силовиков или усовестить их, призвать их наконец работать. А по поводу чиновничьего класса Воронежа, ну, вот у него слишком много корысти, прикрытой самым обычным лицемерием. А должно быть что? Должна быть ответственность и законопослушность. Вот если это будет в политике чиновничьего класса, вот этого бы как раз, этого не может быть с лихом. Субтитры создавал DimaTorzok